Привет всем, с вами Эндуми, а вот и 24 уровень подоспел, закругляем, закругляем основную кампанию третьего дума, потихонечку уже подходим к его концу, в руках у меня искомая БФГ, за которыми я так долго гонялся и наконец в прошлом уровне его получил, убив сержанта Келли, который стал боссом довольно легким, но тем не менее, тем не менее, впереди из оставшихся единственных персонажей в этой игре и на этой базе в целом остался только Битругер, к которому, я так понимаю, мы идем, который будет ждать нас у портала ВАД, который разверся в раскопах, в которые мы наконец-то спустились и здесь будем уже заканчивать игру, заканчивать все необходимые дела и добираться до Битругера, потому что все прочие уже пали. Вот такой вот 24 уровень, называется он Роскоп 3, несмотря на то, что Роскопа 1 и 2 в игре не было, сразу начинаем с третьего, это ни о чем не говорит, это ни о чем не говорит, это говорит только о названии уровня. Что ж, посмотрим, что у нас ПДА, и все, найдите Врата Ада, это, кстати, это задание у меня и было основным и главным и вообще единственным до того, как просрался сержант Келли и появился вообще в целом, тем, что он стал боссом, там, найдите сержанта, там, убейте его. До этого это задание и было, и фигурировало, и теперь оно снова вернулось, и я очень рад его видеть. Ну что ж, вот так вот выглядит от Роскопа 3, очень и очень, конечно, непритязательно. Клнайт, да? О, я прям угадал. Ну, к сожалению, в этот раз у меня нет. А, у меня есть БФГ, а ну-ка иди сюда. В этот раз у меня, к сожалению, нет. Эх, опять передержал, ух ты, отстань. Нет у меня, в общем, в этот раз Куба Душ, для того, чтобы можно было красиво и эффектно этого Хеллнайта сбрить. Вместо этого я использовал старинный, старинную тактику по убийству Хеллнайта с БФГшечки. Правда, снова передержал, снова передержал, к сожалению. Судя по всему, Хеллнайт умирает с двух выстрелов с БФГ. Я же снова зарядил до трех и потратил патронов чуть-чуть больше, чем было необходимо. Надо как-то постараться, как-то стараться оперировать и так, чтобы с двух выстрелов заряжать и убивать его нормально. Но, по крайней мере, это первое появление Хеллнайта на марсианской базе, если не считать лабораторию Дельта Сектор 4, где был портал в ад, когда вылезло сразу двое, вот теперь Хеллнайт появился как просто враг, который будет и на марсианской базе, и с самого ада пришедший присутствовать. Хотел сказать и о том, до того, как он появился, о том, что вот, в общем-то, Роскоп теперь выглядит все менее похожим на марсианскую базу, я так понимаю, ад, врата ада стали захватывать его до той степени, до той поры, что теперь это будет какая-то помесь из марсианской базы и ада. Вот, собственно, сама поверхность Марса и выглядит даже в бытность свою марсианской базы, все вот эти коридоры и Роскоп сам пока что выглядит непритесдательно, поэтому получите доступ ко всем зонам Роскопа 3. Ну, ясно, нужно подачи это найти, поэтому выглядит как-то немножечко по-другому, снова немного сменилось окружение антураж, хотя бы таким вот образом, и как бы намекает нам о том, что все, марсианская история марсианской базы здесь заканчивается. История марсиан... Думай, кстати, что ты не хотел какодемона использовать, ну ладно. История марсианской базы заканчивается и начинается история уже непосредственно Роскопа Ада, к нему прилегающего и, в общем, всего вот этого. Происходит такой симбиоз, которым ад, конечно же, неизбежно побеждает. Ну, еще хотел сказать отдельно, сразу на старте этого уровня, я получил в прошлом две ачивки, два достижения, и третий, мне очень не нравится вот эта система, о которой я уже говорил. Ну вот зря, зря потратил я на какодемона. О-хо-хо-хо, тактический хеллайт, который взорвал рядом со мной бочку, из-за чего я сразу же отскочил. Бочки надо, конечно, поубирать, наверное. Зря, зря в какодемонов куба-душ, я завязал куба-душ, меня подставил и, в общем-то, не убить сейчас легко и лихо я хеллнайт. Так, давайте попробуем, давайте попробуем собирать. Вот так, оп. Ну да, там столько бочек рядом, что это, конечно, толково не получится. Все, ладно, попробуй с ракетницей в другой раз. Попробуем БФГ. Так вот, достижения мне абсолютно не нравятся. Совершенно не нравится система стимовская в том, что тебе... Я просто люблю достижения и все такое, да и просто интересно. Ты же, блин, получил достижения, как бы ты должен знать, за что ты его получил, верно? И мне вообще, конечно, не нравится стимовская система, в которой ты видишь просто название, ачивки, то, что ты ее получил, но ты не имеешь ни малейшего представления о том, что конкретно ты получил, за что, и все вот это. Это неправильно, поэтому третий, думаю, конечно, доиграем так, но уже с Resolution of Evil, я думаю, подрублю новую систему, я себе... Кстати, удивительно, что хеллнайта прям начали прям активно использовать. Вот, я себе куда-то отдельно вынесу такую штучку. А вот и Мэггат, а вот и Мэггат. А вот и Мэггат, смотрите, сколько я его искал, сколько его не было, как давно я о нем просил. И вот, только сейчас, только сейчас, ближе к концу игры, мне решили Мэггата подогнать. Ну, это вообще что-то. Это прям подарок. Подарок круче, чем на день рождения, Новый год, вместе взятый. Где ты был, Мэггат? Почему тебя столько не было? Это же вообще, вообще удивительно. Так вот, я где-то себе сбоку там оставлю где-то возможность видеть достижение. А, так вот же еще было. Что-то, дофига хеллстейшенов, учитывая, что у меня есть куба душ. В общем, оставлю себе где-то возможность. Ну что еще, что? А, ну я, кстати, ждал тебя, на. Знал бы, не использовал бы хеллстейшен. Что-то тут ломалось, что ли, или что-то, короче, накрылось. Как-то что-то не работает. Наверное, надо открыть эту воротину, чтобы этот таран там сделал свое дело. А, в общем, оставлю себе где-то сбоку там выписанные там ачивки, или как-то, чтобы можно было их отслеживать, чтобы я получил ачивку, и сразу же в ходе игры, в ходе записи мог сказать, что это и за что я это получил. Потому что, ну это, конечно, не дело. Получать ачиву в одном уровне, рассказывать о них в следующем, и вообще не иметь представления, за что. Это тупо, глупо и нелепо, я считаю. Наконец-то у меня полные патроны на плазмогане, и это, конечно, очень хорошо. Так вот, в предыдущем уровне я получил сразу две ачивы. Там было соулфуд, или что-то такое. Я правильно угадал о том, что... Как мило здесь выглядит швабра с этими ведрами. Я правильно угадал, что дали мне ту ачиву за... В общем, договорю мысль и продолжу, потому что не могу закончить. За убийство врагов с помощью Куба Душ я подумал, что это может быть также за количество от вампириного здоровья. Нет. За 20 убийств монстров. Так же, как 20 монстров я убил с кулаков, дали мне ачивку. Так же и здесь. 20 монстров убил с Куба Душ, получил ачиву. Но, что самое интересное, вторая ачива была Ты не мой босс, который мне дали после того, когда я убил сержанта Келли. И оказывается, оказывается, что того босса сержанта Келли звали Сабаот. Сабаот его звали. Откуда вы находите имена боссов, спросите вы. Я не знаю. Как страшно. Сколько свечей. А, вот и Арчвайл. Понятно, зачем здесь свечи. В таком случае, потому что Арчвайл как раз таки походит на монстр, которому нужны свечи, сатанинские вот эти символы и прочее все. Прыгающий имп, наверное, участвует в подготовке к олимпиаде по прыжкам, соревнованию на олимпиаде по прыжкам. Вот, то есть, первого босса паучику звали Вагарри. Откуда мы могли этого узнать, кроме как достижения? Да ниоткуда. Второго босса звали Гуардин. Аналогично. Этого босса сержант Келли звали не сержант Келли, его звали Сабаот. Откуда? Да, неизвестно. Ниоткуда. Только достижения. В общем, в дальнейшем такого не будет. В дальнейшем я буду все делать по-другому и прямо. Свечей довольно много и как-то устрашающе выглядят они. Реалик, сатанистский какой-то ритуал. Здесь еще вот светится вот это не пентаграмма, но рунический круг какой-то. И кто бы, конечно, как не Арчвайл. Вот, поэтому Сабаот. Поэтому Сабаот не мой босс, потому что моего босса Сабаот явно не звали. И вообще, на сержанта Келли мне даже немножко обидно за того босса, потому как... Ну, где Тревенант? Я это давно еще слышал. Вот он. За сержанта Келли как босса мне даже малость обидно. В том плане, что на него просто положили какой-то... Какой-то... Какой-то несправедливый бомб. Это был босс, который... 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 Что это вообще было такое? Он появился без какого-либо ролика. Он умер... Хорошо, пускай он умер с роликом, но и то там это и роликом назвать было сложно. Просто показали, как он там в криках, в мучениях сдох и все. То есть это все. Никакой предыстории. Он появился со словами типа... Ну все там, это самое, подходи, я там буду тебя типа это убивать. И не более того. Но это, конечно, просто позор. Хотя бы какую-то видюшку могли запилить. К слову, у Вагарри была видюшка. У Гуардиана была видюшка. У Келли не было ничего. Он просто сдох. Причем сдох, вы сами видели, как? Вообще элементарнейшим просто путем. Кстати, я обратил внимание, что, судя по всему, в этой игре каждого босса убивают с третьего края. Вагарри точно, Гуардиана, по-моему, тоже, и Келли тоже с третьего. Так вот, он просто, просто, просто как чепуха сдох. Просто, вообще, не знаю, фантастика. И не уделили ему никакого должного внимания. Не то, что он там не с видюшкой появился, не с видюшкой красиво сдох. Не то, что он там зовут его Сабаос. Короче, это просто жесть. Это просто как большой крупный моб, включающийся, по всей видимости, в единичном экземпляре во всей игре. Это был позор. Это был просто позор. Довольно красиво здесь все. Ну, правда, ничего особо не понятно. Администрация, офлайн и Марс Сити, офлайн 1. Я так понимаю, это какое-то сканирование идет. По разным частям базы. И везде, везде, где показаны эти части базы, везде мы уже были. И везде написано, что все они недоступны, все они офлайн. Сбой питания, офлайн. Ну, это и понятно. Что здесь? Здесь, кстати, такое мы уже видели. Висело, по-моему, на кухне в Марс Сити, судя по всему, это устройство. Плазмаган или что-то подобное. А, кстати, вот ПДА валялось, я чуть не пропустил. Его вообще практически не видел. Сейчас немножко вот так вот нужно закруглить, а посмотреть, что здесь есть еще. И тогда уже можно будет посмотреть, почитать, послушать. Потому как что-то не все далеко. Не все далеко я здесь нашел и открыл. Но здесь ничего прочитать, конечно, не получится. Просто листы бумаги какие-то бесполезные. Ну и устройство плазмагана тоже там едва ли какую информативность несет. Что-то где-то вот тут еще было. Нет, ничего больше нигде не было. Хорошо. Хорошо, сейчас чуть-чуть еще подальше пройдем и посмотрим, что же там за ПДА такое. Потому как хочу остановиться, я в удобном месте. Ну вот что-то типа этого, наверное. Где-то еще ребенок. Да, вот. Но опять же, я не буду, я больше не буду тратить. Душекуб на обычных каких-то монстров. Пускай даже ревенантов, которые я не считаю особо каким-то необычным. Полет. Полетка на орейке просто произвел им. Конечно, я больше не буду такой глупостью заниматься. Я буду дубогуш. Тупокуб. Оставлять только на сильных монстров. Исключительно на Арчвайла и на Хеллнайта. Ну и на случай, когда у меня там останется египтинг с преступным малом здоровье, что нужно будет отхилиться. Ладно, посмотрим, что здесь есть. Ричард Дэвис. Археолог. Ну да, мы же в Роскопе. Письмо от Малькольма Беттруггера. Открытие в руинах. Мистер Дэвис, я услышал о вашем открытии. Впечатляющее начало, но я пока не убежден. Не утратите общую картину. Нам предстыдущим много работы перед тем, как о всех этих открытиях станет известно. Нужно продолжать анализ оставшихся артефактов. Ваши аудиоотчеты в будущем должны быть более аналитическими и менее эмоциональными. Важно, чтобы мы сохраняли профессионализм и не стали одержимы своей работой. Я не буду вам об этом напоминать снова. Продолжайте сообщать мне о своих открытиях. Я помогу с вашими отчетами, чтобы у начальства не сложилось неправильное впечатление. Мальком Бетругер. Короче, такую вот дал ему этот втык. Короче, дал немного щелкнул кнутом. Сказал, давай-ка без отсебятинки. Лоуэлл Фошей. Напоминает имя Эл. Если кто-то понимает отшилы. Хотя наверняка понимает. Многие. Безопасность рули им. Эй, Дик. Навсегда веселило американское имя Дик. Совершенно непонятное и очень-очень забавное. Целостность структуры руин ухудшается. Наши анализы до изучения не показывали никакой опасности. И вообще структура руин была сделана так, чтобы все выдержать. Как ты знаешь, дорогие раскопки такого рода это просто кошмар. Повышение давления при открытии основного раскопа сказалось. Недавно одного из наших инженеров Питера раздавило упавшим камнем. Да, одним из тех, что держит стены и потолок руин. Некоторые ребята говорят, что стены живые. Или вроде того, что мы с тобой знаем, что это смещение или из-за экскавации. Ха, камни живые. Страшно. Думаю, нам всем нужен длинный отпуск. В любом случае, смотри, куда идешь и посмотри наверх порой. Конец связи. Ну, в очередной раз о каком-то психозе речь идет. Но информативности не то, чтобы много. Живые камни. Это какое у Эминема было, говорящие стены, да? По-моему, в ММГО. Окей. Пирс Роджерс. Плиты это ключ. Ричард, я благодарю тебя за твою поддержку в работе, которой мы занимаемся. Я сравнивал свои данные с твоими и сделал новые открытия. Я думаю, что твоя работа с плитами это ключ к нахождению связи между кубом души, древними и нами. Древний, оказывается, есть какие-то древние. Вот только получаем сейчас отсылку к древним, которые, судя по всему, и создали дубогуш, да? Тупо куб. Я открыл начальство запрос на увеличение бюджета. Куба душа, как же он? Ну ладно. Я открыл начальство запрос на увеличение бюджета. У меня странное чувство, что мы должны найти ответ скоро или нет, не буду пока это говорить. Я сообщу тебе новости о нашем финансировании. В общем, судя по всему, раскопы это самое такое, самое ядреное ядерное место, в котором самое безумие. Говорили, что в лабораториях Дельта происходит самое жесткое, но нет. Кажется, в раскопах люди совершенно сходят с ума и безумными уже работают. Самое жесткое находится именно там. Что ж, слушаем открытие в руинах. Лабораторный журнал доктора Ричарда Дельтса, 8 августа 2140-го года. Мы только что вскрыли новый зал, и, по-моему, я нашел карту, на которую ссылается одна из табличек. Невероятное зрелище. Артефакт встроен прямо в потолок. Мы сделали из какого-то прозрачного кристалла, и, похоже, до сих пор слабо светится. Через столько веков. Когда я впервые увидел знаки, они показались мне смутно знакомыми. А теперь, когда я их оцифровал и проанализировал, стало ясно, что это схема нашей Солнечной системы. Судя по всему, Земля и Марс на схеме связаны линией. Тут же появилась рабочая гипотеза, что последние уцелевшие марсиане телепортировались на Землю. Технология у них была. Выводы просто ошеломляют. Может оказаться так, что мы являемся потомками этой расы, что мы изучаем собственную историю. Я собираюсь доложить о том, что мы нашли, как только мы закончим раскопки и рассортируем находки. Это займет несколько дней. Я просто в восторге. Конец записи. Ну да, довольно эмоционально, конечно, у него получилось. Не зря бетру гердау муфтык. Но это интересно двигает нас именно по лору этой игры. В том плане, что сейчас мы впервые узнаем о древних. И судя по тому, что рассказал этот мужик, древние как раз таки и были первоначальной марсианской расой. Которая и создала Куба Душ. И которую, видимо, адские твари выгнали с Марса или что-то подобное. В результате чего? Так, там сейчас что-то опять будет, да? Или там я был? Нет, тогда там были свечи. Которая, в общем-то, создала. Создала Куба Душа, которую выгнали. Которая, видимо, отправила своих марсианских... В общем, часть своего населения отправила на Землю. Что интересно, с Марса на Землю. И куда-то они делись, куда-то пропали. И все это было давно-давно-давно очень древнее. И прозвали этих существ древними. Это толкает нас дальше по лору. И говорит о том, что, в общем-то, они именно населяли Марс. И именно они создали Куба Душ, который мы сейчас держим в руках. И что с ними стало дальше, это предстоит нам только узнать. Это еще дальнейшее движение по лору. Это здорово. Ну, давайте, давайте. Кто там? Что? Холлайт, Арчвайл? Давайте. Ну, это я к тому, что уже не удивить меня крепкими, сильными мобами. Коль скоро они стали спавниться с давидной регулярностью. Ну что, ну давайте. О, вот и табличка. Ну, я ждал тебя, дружок. Я тебя ждал. А вообще, что послушай, там все-то опять рассказывают. Но кажется, кажется, я понял, что чтобы не рассказывали, и чтобы... Где-то был. А, это там. Вон, в видеодиск лежит. Все, я точно понял. После прошлого уровня, когда мы смотрели брифинг по БФГ, я точно убедился в том, что после каждого такого видеобрифинга можно все-таки найти голодиск, который покажет все то же самое, только лучше, красивее и громче, что немаловажно. Хорошее, кстати, место. Я думаю, что я именно его и заберу на превьюшку, потому как симпатично. Надо бы минуту только не забыть. Хорошо, что мы здесь видим? Вот как раз-таки здесь мы видим эти древние таблички. Исследование артефакта. Давайте посмотрим, что здесь. Первая же табличка. Первая же табличка показывает Думгая. Из классического Дума. Это обложка Первого Дума. Да замолчи ты. Это обложка Первого Дума. Я гарантирую это. Все прекрасно ее помнят, все прекрасно ее видели. Я не знаю. Я, кстати, на монтаже, наверное, на этот момент сейчас вот ставлю обложку из Первого Дума. И, в общем-то, чтобы было с чем сравнить. Вот они все эти бароны, тягивающиеся к Думгаю, который стоит на пригорке. Но, разумеется, никакого куба душ в руке у него не было. И почему-то эта рука у него тоже пустая. Насколько я помню, здесь у него был плазмоган, которым он бил сюда. А здесь он перезаряжал дробовик другой рукой. Почему эта рука пустая, в этой висит душу куб, не знаю. Также любопытно, что голова Думгая отбилина для того, чтобы типа было не догадаться, что это за мужик. Хотя и так очевидно, что это он и есть. Что примечательно, нарисована эта картинка была в начале 90-х годов. И нарисованы были эти бароны очень ублюдочно. Но эта рожа этого барона воспроизведена прям так, как и было. Что в войне забавнее. И такая отсылка, это очень мило. Короче, это выпуск про лор Дума. И как интересно вот это все обрамлено, оформлено всеми этими адскими кишками. Это прям очень круто и красиво. Что здесь? Здесь, видимо, вот этот сам души куб. Табличка какая-то опять же с рунами. И души покидают, в общем-то, землю или Марс или что бы то ни было. И подниматься наверх внутрь души куба. Почему он и является души кубом? Кстати, пять души. Как и есть. Что дальше? Здесь, по всей видимости, огромный череп. Похож на бошку кибердемона, кстати говоря. Здесь вот, я так понимаю, имп. Это Hell Knight. Очень кустарно выпиленный, выполненный. Но, тем не менее, думаю, что точно так. И какие-то руны. И руны, 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 руны. И ничего, в общем-то, больше. Что ж, довольно интересно. Довольно интересно. Это очень круто. Я считаю, что это, опять же, большое движение по лору. Но это мне нравится больше всего. Такая крутая отсылка к классическим Думам. Это супер хорошо. Так, ну что ж. Куски камней просто так валяются, лежат. Какое-то радио или какая-то панель. Зачем, интересно, эти камни лежат на полках. Здесь этих камней завались просто. Что здесь? Скан картинки. А, картинка сканирует как раз-таки таблички. Так, а что? Только одну картинку сканирует или? Да, кажется только одну. Кажется только одну, что здесь. А здесь показана сама. Интересно, что выбрали именно эту табличку. Именно вот эту табличку он сканирует. Да, туда-сюда, туда-сюда. Кажется или нет, или нет. Нет, это другая какая-то табличка. Но тоже малоинформативная человека. Куча-куча рун. Надписи символов. Ладно, посмотрим, что здесь. Ты нашел душу куб? Я изучал таблички, все как там написано. Если я правильно понял, этот куб наша единственная надежда. Сейчас мне когда объяснять, ты должен спуститься в пещеры. Возьми мой КПК. Вот он на столе. КПК. Там мои допуски, ты мои записи о ходе исследований. Пригодятся. Я не могу пойти с тобой. Мне надо закончить работу. Да какую работу ты умолен? Напугал меня просто до чертиков. И что ты здесь делаешь? Неужели тебе по кайфу будут стоять? И как вообще монстры до него не добрались? Что им так сложно выбить это стекло? Могли бы позвать пинки, который, кстати, давно не был, который с этим справился. Да, нашел душу куб, хочешь покажу? Смотри. Я забрал за тобой дверь. Эй, смотри. Удачи. Ну, дверь ты запрет для своей же, конечно, безопасности. В общем, мужик удивился тому, что я нашел душу куб и говорит, что я крутой, я сюда добрался, выжил. Нет времени объяснять, тебе нужно спускаться вниз. Супер. Нет бы помочь мне как-то, пожалеть меня. Нет? Отправлять меня дальше вниз. Так, это вот изучается эта табличка с башкой кибердемона, насколько я могу понимать. Куча-куча патронов на плазму, это, конечно, тоже хорошо своевременно. И видеокиск, видеодиск. Ух, даже не знаю, с чего начнем, но давайте начнем, наверное, с видеодиска, все-таки, чтобы и нет. Видеодиска. Древняя цивилизация. Да, это именно это, что мужик рассказывал, что нам известно о древней цивилизации и артефактах. Доктор Пирс Роджерс. Древней цивилизации и пещер, соединенных туннелями, стены их покрыты иероглифами и рисунками. С помощью ассоциативного компьютера корпорации мы смогли, наконец, расшифровать некоторые иероглифы и узнали следующее. Древние выглядели так же, как и мы. По крайней мере, они были двуногими и походили на нас по внешнему облику и размерам. Они обладали невероятно развитой технологией. Например, все иероглифы в раскопках. Вырезаны в камне какой-то машины. Причем уровень точности резьбы превышает все нам доступное. Социальная структура этого общества, судя по всему, была сословной. Да, вот это нарисованно. Площадка 2 это гораздо меньше пещерный комплекс, состоящий в основном из погребальных камер и храмов. Здесь обнаружено множество отдельных артефактов. Все находки на площадке 2 сфотографированы и вывезены на землю для дальнейшего изучения. На площадке 3 мы обнаружили самый загадочный артефакт, названный душевый. Если вы видели другие материалы или читали отчеты об исследованиях, вам наверняка известно, что это когда-то великая цивилизация подверглась нападению неизвестного врага. И судя по надписям в камне, они пожертвовали большей частью своего общества, чтобы отразить вторжение. Более подробные отчеты о душекубе отправлены в Центральное управление. Мы также обнаружили еще несколько артефактов, которые, судя по всему, являются какими-то приборами. Они не так богато украшены, как у шапу. Я из каких-то пасхалин. Но каждый из них по-своему уничтожен. Мастер в Пасхе. Мы все еще не закончили расшифровку иероглифов. Надеюсь, после этого мы получим больше сведений о технологии древних. Для археологов наступили интереснейшие времена. Ага, не то слово. Ну что ж, довольно интересно. Довольно интересно и познавательно. И теперь мы видим то, что, судя по всему, мне надо закопаться в самую глубь этих аэроскопов, которые имеют три уровня. Мы сейчас на третьем уровне, соответственно. Идем в этот раз не по порядку, а в обратном порядке. Видимо, конец будет на, в общем-то, на аэроскопе уровень 1. То есть самый главный, самый первый, самый ранний из 2115 года. Но в остальном он все нормально рассказал. Как я все предполагал, древняя цивилизация, это, скорее всего, потомки людей или люди и были. Только оказывается, что люди с Марса, в таком случае люди это мужчины, конечно, мужчины уже с Марса, верно. Значит, женщины в этот момент, наверное, чилили по-своему на Венере и ждали, пока марсиане заберут их и всех отвезут на Землю. Так, видимо, и получилось. Так, видимо, и получилось. Здесь уже затрагивается нечто религиозно-библейское, откуда есть пошли люди. Вот, ну, я думаю, наверное, так. Ну, и, в общем-то, объяснили еще чуть-чуть больше про самих древних. Что ж, посмотрим, что конкретно у него там в ПДА накидано. У Пирса Роджерса, который является археологом. Ричард Дэвис, результаты сканера. Пирс, я получил результаты сканирования потолка. Могу с уверенностью сказать, что это карта нашей Солнечной системы. Есть явное указание, что Земля могла стать точкой назначения для выживших этой расы. Есть данные этих артефактов. Если данные этих артефактов верны, то есть возможность, что мы являемся потомками этой расы. Я не могу передать, как это важно. Все наши старания за последний год вдруг стали тривиальны. Ричард. Тимми Роджерс, спасибо. Дядя Пирс, мама сказала, что мы тебя увидим в следующем месяце. Не могу дождаться. Тебя так давно не было. Надеюсь, что твой проект идет успешно. Знаю, что ты не можешь о нем говорить, но твоя работа всегда такая занимательная и таинственная. Работать на Марсе должно быть клево. Да, особенно сейчас. Спасибо за видеоигры на день рождения. Ты в них играл? Новый Quake 43. Просто взрыв мозга. Это даже лучше, чем Super Turbo Turkey Puncher. Это то, где мы на Марс Сити на кухне долбили индюшку с кулака на игровом автомате. Конечно, лучше. Я в него не играл с тех пор, как получил эти игры от тебя. Я тебя люблю, мы по тебе очень скучаем, Тимми. ПС, мама передает привет. Что ж, ты очень милый. Это очень мило. Сервер ошибка. Куб души, это ответ. Так, это значит, что он отправил для Элизабет Макнил. Которая, по-моему, там является советником или какой-то сотрудницей, которую выслали на землю отсюда. Я могу лишь просить вашего прощения. Вы были во всем правы. Я хотел бы, чтобы вы ошибались. Чтобы все это было просто кошмаром, от которого я скоро проснусь. Я могу лишь молиться, что это сообщение до вас дойдет. Бетругер вспятил. Даже хуже, чем вы можете себе представить. Ваше изгнание с Марса стало тайным благословением. Оно спасло вам жизнь. Вы должны всем сказать. Куб души, это ответ. Всегда им был. Послушайте мой отчет. Я загружу свое открытие в базу данных. Предупредите всех. Вы должны не позволить этому достичь земли. Благослови вас Бог, Пирс. Сервер. Ошибка отправки. Не удалось подключиться к орбитальному спутнику. Пожалуйста, свяжитесь с админом. Айти код 504. Не удалось, не удалось. Сигнал SOS. Хелл подправят на землю ему. Письмо не отправилась. Но не переживай, чувак. Я это уже за тебя сделал. Что ж, послушаем, что он записал. Куб души, это ответ. Доктор Пирс Роджерс. Не знаю, смогу ли добраться до базы живым. У меня мало времени, так что я буду краток. О подробности загружу в базу данных. Надеюсь, кто-нибудь найдет мой материал. На табличках было все. Все ответы. Как мы их проглядели. Все было ясно, как день. Если бы мы не так увлеклись телепортацией, то есть настоящая на полоску, он обидится на выходы. Так же, как мы поможем. Нет, мы не хотим, что мы не хотим. Мы не хотим, что мы не хотим. Я молюсь, чтобы кто-нибудь нашел души куб и спас нас всех. Помоги нам, Господи. Конец записи. Ну, Думга, едва ли, конечно, Господь, но поможет. Теперь мы точно знаем наверняка то, что... Да, долго мы, конечно, в этом зале находимся, но сколько лора, сколько сюжета. Теперь мы точно на 100% знаем то, что марсианскую вот эту цивилизацию изгнали отсюда именно адские демоны. И души куб, оказывается, души куб был создан исключительно для того, чтобы им противостоять. И для этого эта марсианская цивилизация, отсюда убегая, оставила души куб здесь, чтобы нашли его здесь впоследствии, и разбомбили захваченный Марс адскими тварями. То есть, чтобы тот, кто нашел души куб, их победил. Получается, что так все и получается. Мы души куб нашли с помощью него, мы борем этих адских тварей. И, в общем-то, это было очень-очень разумно с вашей стороны. О жителе Марса, о марсианской цивилизации. Короче, все получилось как нельзя, кстати, и поэтому этот мужик и заявляет, что куб душ это ответ на то, как победить, и как все сделать правильно. В общем-то, в общем-то, с тем, что марсианская цивилизация стала куб душ здесь, на Марсе она сделала две задачи. То есть, в обе стороны сработало. С одной стороны, рассказала о себе, о том, что здесь произошло, а с другой стороны, стала оружие для того, чтобы закончить то, что у них не получилось. Что ж, это очень правильно и очень хорошо с этой стороны. Я это оценил, и, в общем-то, спасибо за все это. Так, ну что ж, теперь мне надо, видимо, вернуться полностью назад и пооткрывать те двери, которые были закрыты. Как обычно, я начал слушать аудиозаписи, поперли мобы, там куча мэггатов. И прейсы. Вообще, удивительно, что мэггаты снова появились. Я уже думал, что их будет никогда больше не увидеть в этой компании. Но оказалось, все хорошо. Ну что, где, кто еще? И поэтому чуток-чуток прослушали. Так, это я отсюда вышел. Да, я отсюда вообще начал. Очень удачно я сейчас появился. И, кстати, дали новое задание. Дали новое задание. Найти башню управления погрузчиком, чтобы открыть вход пещеры, соответственно. Ну что еще? Ты ты почему там появился? Появился ты сначала уровень. Короче, мне нужно спуститься на второй уровень пещеры. Ух ты, как трефиться. Умелый ревенант. Молодец. Вроде костлявый, а такой... Такой ловкий. Такой юркий. Так, ну что ж. Ну вот тут у нас были проблемы. Сюда я и вернулся. И вот тут, наверное, будет башня, которая спустит меня на уровень 2. Где-то имп. Так, ну это Мэга. Да имп где? Я слышал имп, я точно знаю. А, ничего себе. Вот это тебя засунули, приятель. Как еще и не вздох. Вот это засунули его. Я не ожидал вообще. Вот это уже как раз как в классическом доме. Или же мне надо как-то туда попасть? Вероятно. Вполне возможно. Так, ну что ты у нас секретик или что? Оп. А здесь что? Наверное, сюда надо. Сюда надо, а там секретик. Да, выпуск очень. Очень-очень лоровый в этом плане. Опять же, очень продвинулый у нас именно по лору. То есть не по сюжету того, что конкретно в игре происходит. Как это было в одном из недавних уровней. А по сюжету, по сюжету вообще, в общем и целом, дума. Это очень круто. И это очень-очень-очень хорошо. Ну где-то сверху спит ли Минанду? Как попасть туда? Интересно, дадут ли мне обслуживать? Ну и да, теперь мы, по крайней мере, знаем, какие уровни нас ожидают в дальнейшем. Что где мне нужно найти, что нужно открыть. А патрон на плазмоган все равно, на уклоны заканчиваются. Вот она снова, марсианская поверхность. Давненько, кстати, мы не выбирались туда. С момента, когда, наверное, далее за теми чуваками, которые вы ехали на машину. А, во! Эй, как здесь неприятно, все скользко, склизко. И похоже на то, как вот я по порталам перемещаю. Что это работает? Какие-то поршеньки? Что-то крутят? Бесполезно, ютлисно. Уже никакого смысла в этом, конечно, нет. Ну что ж, ну что ж. О, вот тут я выскочил из этой штуки, но это было не совсем здесь. Окей. Чуть-чуть патронов, как раз и плазмоган на месте. И давненько что-то мне не запихивали Аршвайлов с баронами. Точнее с Хеллайтами, потому как вроде вы уже пристрастились к этому и что-то резко перестали. А ну давайте, у меня куб душ стынет, между прочим. Ему не терпится вырваться. Ну нет, ты, конечно, нет ни барона, ни Аршвайл, даже близко. Мне нравится, как како-демоны здесь трепятся, как они перелетают, лениво переворачиваются, на бачок заваливаются. Как интересно. Да, по всей видимости, теперь мы спускаем себе в настоящий ад, потому что чем глубже забиваемся в раскопы, тем все более адским становится окружение. Хотя куда уж более адское, чем в самом Аду, в котором мы уже были, поэтому едва ли мы, конечно, увидим, что это более адское, чем было, но, как я сказал в начале уровня, смесь Ада с марсианской базой вполне, 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 хотя более адовым Ад, ничего более адовым, чем сам Ад, конечно, быть не может. Вот я прям наступил в его фаербол, мог спокойно от него уклониться, но не вышло. А, точно, у меня же есть ПФГ. Я совсем забыл об этом. Я реально забыл об этом, что у меня есть ПФГ, которая, в принципе, сколько у меня там патронов, патронов у меня более чем дохрена на ПФГ, и, наверное, стоило из него шмальнуть, когда на меня побежали Мегаты с фрейсами, когда я слушал аудиозапись, но я абсолютно забыл про него. Прям вот полностью, целиком забыл, потому что есть куба душ, который вполне мне против сильных монстров ПФГ замещает. Так, ну что ж, я добрался до башни, здесь довольно красиво. Очень красиво, кстати, мне здесь очень нравится. Можно и это, наверное, взять на превьюшку, но то место с табличками нравится мне куда как больше. Так, ну что ж. Так, ну я, кажется, понял, куда мне надо, надо сместиться в тот ангар. Используйте погрузчик, чтобы получить доступ к пещерам. Ну, я так понимаю, это и будет концом уровня. Надо вернуться обратно, сейчас будет появляться монстр у меня на пути, и, в общем-то, всё. Предупреждение, разберитесь со всем грузом перед трансфером погрузчика. Да я разобрался, и только я, больше никто со мной не едет. Ну что ж, поехали, поехали обратно. Как-то приятно здесь, так красиво, так светло, вот эта вот марсианская атмосфера, или её отсутствие, точнее. Красная вот эта пыль создает такой красный свет, как будто я не знаю, как будто я играю в сталкеры, и я подхожу к пси-радару, или что-то похожее там было, ну, что-то было такое, да. Так, ну что ж, ну что ж, возвращаемся, all the way back, как говорится, необходимый back-трекинг. Ну, конечно, куда ж без вас. Вот когда кто-то телепортируется, а телепортируются они регулярно, я пытаюсь вглядеться, смотреться и понять, кто, кто именно, и кто именно это будет. Доставать меня кубодуш или нет. Ну, против какодемонов, конечно, смысла не имеет. Что это? Что это секрет, да? Это секрет. Или нет? И для чего? О, нет. И что теперь? А, о, 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 так, возможно, это выведет меня более коротким путем, а, возможно, это реально секрет. Это еще что? А, это Мэггат, я уже что-то и забыл, ничего себе как-то. Что произошло-то вообще? Что-то было? Ну, уж не знаю, секрет это или проход такой, но Мэггат, во-первых, каким-то не своим голосом заорала, во-вторых, как-то напрыгнул на меня, запрыгнул мне за спину, сделал гадость, там еще кто-то появился у меня. Трезвый убили. А кто это был? Это был им. Это был им, который, который завершил начатое Мэггатом. Не хорошо, не хорошо получилось. Что, кто, где? А где-то в рейс? Ага, вот он. Да, зажали меня как-то капитально, не ожидал я такого, что Мэггат запрыгнул мне за спину, и еще телепортируют кого-то туда же. Так, чтобы мои 40 хп-шечки родименьких могли просто вынести. А, вот тут я, наверное, сейчас и выскочу. Слушайте, ну реально похоже на как-будто я в телепорт снова залез. Реально все вот это вот. Интересно, какие ощущения испытывает Думгай, наверное, как ребенок в каком-нибудь, в какой-нибудь мягкой трубе. Ну знаете, есть такой аттракцион, когда ты по трубе там катишься, что-то спускаешься. Довольно клаустрофобный аттракцион, который еще в детстве вызывал у меня какую-то невероятную панику. Но было похоже, разве что это было все не из плоти, вот этой галимой, и не двигалось там все, не чрякало. Но похоже, что-то, какие-то скорости есть. 10 хп я потерял, наверное, стоило на трубу, наверное, как-то выпасть, если это, конечно, возможно. Теперь в третий раз я уже пробегаю по этому залу. Бэктрекинг в этом уровне бьет, конечно, все рекорды. Так, хорошо, а где, где лифт? Где был погрушек, точнее, кажется мне, что он болтал. Ну реально, третий раз по одному этому же залу, это что-то уже перебор. Да, вот он стоит, все правильно. Ну что, кого-нибудь телепортируйте мне перед уходом? Нет? Бедняга, так и не может этот таран эту стену пробить. Так хочется ему помочь, но помочь мне ему нечем. А, вот же были еще патроны, точно. А я все пытался подскудно вспомнить, где же они оставались. Ну что ж, все, наверно. Напоминает мне монорель, закройте дверь перед продолжением. Кстати, тут очень уютно, никто меня тут не достанет. Закройте дверь, а как мне ее закрыть? Эй, я ж ему, что делать? Какую дверь? Закройте дверь перед продолжением, а как закрыты? Ну я наступил в этот угол чуть глубже, она видимо сама закрылась. Эй, помогите! Не могу теперь выскочить отсюда, ладно, мне и не надо. Когда будет надо, дверь откроют разработчики. Но довольно каустрофонный момент. Снова. Только что был один, сейчас второй. Ой, как красиво, давненько не ездили по Марсу, тем более на монорельсе. Темно. Что все? Все? Прокатился? И это все, это типа приехал. Что ж, это очень мало. Очень мало. А что так-то? Что так дешево? Я ожидал поездочку. Слушайте, вот такое чувство, что они в спешке заканчивали свою игру, потому что тем ближе к концу, тем больше меня как-то удивляет. Их вместе с этим разочаровывает. Что так просто? Такой простой дешевый босс, такой простой дешевый проезд на этом монорельсе. Что, подлиннее чуть нельзя было что ли сделать? Ну вы что? Что так лениво ты? Ужас какой-то. Да. Ну что ж, маленький секретик нашел, и здесь выход из уровня. Даже не знаешь, чем это сравнить. Это такое чувство, как будто ты от самого устал. Короче, очень сильно от любого какого-то... Ну, в общем, из-за чего ты устал. И собираешься поехать домой на такси, и только засадишься в такси, хочешь зачилиться, поехать подольше, расслабиться от дороги, от того, что тебя кто-то везет. И через... И буквально сразу такси останавливается и говорит, мы приехали. И ты такой, твою мать, да? Вот типа этого ощущения я сейчас испытал. Ну, ребят, ну это было очень, очень нехорошо. Ну что ж, это... Это выход. Следующий уровень. Гироскоп 2, но пещера 1. Пещера 1. Спускаемся все глубже, глубже. И это будет уже 25 уровень, значит, их осталось всего 3. И конец игры уже совсем-совсем близок. Спускаемся мы вниз, чтобы, как сказать, врата адно захлопнуть. Не знаю, как нам это удастся и получится ли. Главное, ведь я нашел куб душ, но теперь, теперь, по крайней мере, я вижу, что уже теперь точно антураж сменился, и как-то уже все будет малость. По-другому. Наверное, сейчас опять кислота будут, мангубусы, дети с крыльями. Но я не буду отнимать у себя работу на следующий уровень, а посему, разберем это все позже. Ну что ж, вот такой вот выдался уровень. Очень-очень объемный в плане информации, лора. Долго, конечно, стояли, слушали, смотрели, но того стоило. Того стоило, было интересно. Было круто. А если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео. Также, также хорошо кушайте, чаще улыбайтесь, и будьте просто-просто счастливы и довольны. Также любите лор. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин